Синдром внезапной детской смерти – это смерть во сне здорового ребенка до 1 года, вызванная остановкой дыхания. Чаще всего умирают детки до 6 месяцев, пик приходится на возраст 1-4 месяца. Синдром внезапной детской смерти – такое уж и редкое явление, например, только в США по этой причине каждый год умирает примерно 3,5 тысячи младенцев. Точные причины этого синдрома пока неизвестны. Как же защитить своего ребенка? Авторитетные международные организации серьезно занимаются этим вопросом, проводятся исследования, составляются рекомендации по профилактике данного явления. В октябре 2020 года Американская академия педиатрии выпустила обновленное руководство по безопасному сну детей, которое было опубликовано в журнале педиатрия. Родители могут сделать очень многое, чтобы обеспечить ребенку здоровый сон и свести риск синдрома внезапной детской смерти к минимуму. Профилактика синдрома внезапной детской смерти. 1. Профилактика синдрома начинается еще во время беременности. Будущая мама должна регулярно проходить медосмотры и выполнять рекомендации врача. Недопустимо при беременности курения, употребления наркотиков или алкогольных напитков. 2. Грудное вскармливание понижает риск синдрома на 50%. Начните грудное вскармливание как можно скорее после родов. Используйте контакт кожа-кожа во время кормления грудью. 3. Самая безопасная поза для сна ребенка до 1 года – это на спине. Если ребенок спит на животе, риск синдрома повышается в несколько раз. Поза на боку также связана с большим риском. Если вы пеленаете ребенка, укладываете его спать на спину. Пеленать ребенка, который уже умеет переворачиваться, опасно. 4. Огромное значение имеет место, где спит ребенок. В наши дни психологи, специалисты по грудному вскармливанию и многие мамы агитируют за совместный сон с малышом. Однако исследования показывают, что сон в одной кровати с родителями повышает риск синдрома. Помимо риска придавить младенца, существует опасность удушения ребенка. Взрослые спят на мягких матрасах и подушках, укрываются тяжелыми одеялами. Мягкая поверхность для сна представляет серьезную опасность. Малыш может погрузиться в нее и задохнуться. У ребенка должно быть отдельное спальное место с жестким матрасом. Правда, спать в отдельной комнате малышу до года нежелательно в идеале, если кроватка ребенка расположена рядом с родительской. В детской кроватке не должно быть никаких посторонних предметов – мягких игрушек, мягких бортиков, подушек, пледов, одеял. Все эти вещи повышают риск удушья. Подушка ребенку до года не нужна. Если в комнате холодно, вместо одеяла можно использовать спальные мешки для грудничков нужного размера или просто тепло одеть малыша. Если вы ночуете не дома или укладываете спать ребенка в коляске или автокресле, не забывайте про правила организации безопасного спального места. Если малыш уснул в автокресле или слинге, нужно переложить его на жесткую поверхность. Ни в коем случае не укладывайте младенца на водную кровать или подушку. Пятое. Использование пустышки во время сна понижает риск синдрома. Специалисты по грудному вскармлению риска негативно высказываются по поводу пустышки. Действительно, сосание пустышки может приводить к неправильному захвату груди, уменьшению количества молока, но это обычно происходит в первые недели после родов. После того, как лактация установится, ребенок привыкнет правильно брать грудь, пустышка навряд ли окажет негативное действие на кормление. Вы можете покормить малыша грудью перед сном и дать ему пустышку. Шестое. Курение, прием алкоголя и наркотических веществ во время грудного вскармливания также повышает риск синдрома внезапной детской смерти. Категорически запрещено курить в квартире или автомобиле, где находится ребенок. Не курите сами и не позволяйте никому курить рядом с ребенком даже на улице. Седьмое. Не допускайте перегрева. Оптимальная температура воздуха в детской комнате 18-22 градуса. Если в комнате тепло, не нужно кутать ребенка, одевать ему шапочку. Восьмое. Если нет противопоказаний, вакцинируйте вашего ребенка в соответствии с календарем прививок. Вакцинация не повышает риск синдрома, зато позволяет избежать множества проблем со здоровьем у вашего малыша. Девятое. Во время бодрствования почаще выкладывайте малыша на животик, чтобы укреплялись мышцы шеи, но не оставляйте его одного в этот момент. Десятое. Не пользуйтесь товарами, реклама которых утверждает, что они защищают от синдрома внезапной детской смерти. Данных об эффективности и безопасности такой продукции нет. Несмотря на то, что синдром внезапной детской смерти очень страшный и порой необъяснимое явление, его можно предотвратить. Все родители должны знать меры профилактики и поделиться ими с теми, кто заботится о ребенке, бабушкой, няней. Создать условия для безопасного сна младенца совсем не сложно.